12 глава, послание апостола Павла к римлянам. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Апостол предлагает римлянам, христианам, римским представить тела свои в жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вы знаете, сейчас идет время поста рождественского. И когда мы совершаем пост, то в каком-то смысле мы именно пытаемся сделать то, о чем говорит нам апостол Павел. принести тело в жертву богоугодную Богу. То есть мы пытаемся тело посвятить не для себя, то есть телесную жизнь, а предоставить свое тело для Бога, как храм для Святого Духа. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Святые Отцы нам часто говорят о том, что христианин должен обновлять свой ум. Значит, не все в порядке с человеческим умом. Значит, есть какая-то ущербность для человеческого разума. Есть какая-то болезнь, какое-то пятно на человеческом разуме. И вот нужно его обновлять. Но обратите внимание, что обновлять ум очень важно через тело. Потому что тело человека, оно является выражением умственной жизни человека. И в этом воля Божия, и мы должны познавать волю Божию, обновляя свой разум. Иначе, если мы не будем этого делать, то мы не сможем постигнуть, в чем же все-таки есть воля Божия. Особенно для тех людей, которые считают, что телесные жизни она не является выражением духовного. И часто говорят, самое главное, чтобы была вера, чтобы была душа чистая. И когда заходит речь о теле, о том, что и тело нужно приносить как некую жертву Богу, вот здесь люди, эти верующие, начинают протестовать. Потому что они хотят ущемить себя в своей телесности. По данной мне благодати, всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть, именно вера, она должна быть некой мотивацией для наших размышлений о самих себе. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же тело. Так мы, многие, составляем одно тело во кресте, а порознь – один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй, по мере веры. И имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещавай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальство и сусердие. Благотворитель ли – благотвори с радушием». Это очень важная идея, которую выражает апостол Павел в своем послании. Церковь – это организм. А в организме много членов телесных, но все, несмотря на то, что все они различны по своей функциональности, но тем не менее, они имеют одну цель. они работают, взаимодействуют в согласии ради достижения одной цели. Так и Церковь – она как организм, как тело. И об этом говорится о том, что Церковь – это и есть тело Христа. И он говорит о том, что если ты учитель, занимайся учением, увещатель, увещай. Если ты власть имущий, то властвуй. Но самое главное, чтобы ты понимал самую важную цель своей власти или своего дела, чтобы это было не на прославление себя, а чтобы все это было частью той деятельности, в которой устремлена вся Церковь как единое целое. То есть не может, как мы уже говорили, один человек быть христианином без Церкви. Христианство – это когда мы все стремимся к одной цели. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». Такие необычные слова. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». «В почтительности друга предупреждайте». «В почтительности». «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служите, утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве будьте постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странно приимстве». Здесь все понятно, о чем говорит апостол Павел. Все это обращено к нашей совести, к нашему сердцу. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собой. Не высоко мудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Вот это очень важные слова. «Если возможно, будьте в мире со всеми людьми». «А если невозможно?» «Если невозможно...» «Такое не должно быть». «Знаете, нам совесть наша подсказывает, что мы должны к этому стремиться. Если мы не будем к этому стремиться, то мы будем вступать в конфликт с самим собой, а значит и в конфликт с Богом внутри себя, потому что голос Бог свой подает через нашу совесть. Потому что Бог нас воспринимает как своих детей. Кто бы мы ни были, Он воспринимает нас как своих детей. Мы-то воспринимаем себя как любимых детей, а остальных даже не воспринимают как детей Божьих. Поэтому Он говорит о том, что мы должны быть в мире. Что такое странно-приимство? Странно-приимство — это странник, принимать странника. Это же гостеприимство. Это гостеприимство, но понимаете, странно-приимство, гостеприимство, гостеприимство, оно... Вот когда мы говорим гости, то гостеприимство, гость. Это близкий человек, а странник, да, это тот человек. Вот раньше были такие страноприимницы. И жили, жили, и подробно были с вами. Конечно, понимаете, вообще, понятное дело, что как бы человек не всегда может осуществить свое страноприимство у себя дома. Ну, по многим причинам. Ну, вот раньше, осознавая, что это было сложно сделать в домашних условиях, миром, что называете, церковью, делали страноприимницы. То есть, как бы все понимали долг свой. И старались привечать тех людей, которые нуждались именно в том, чтобы им дали кровь, пищу. И то, о чем мы только что говорили, что вот эта многофункциональность церковного организма. Вот, знаете, мы порознь, мы вряд ли что можем сделать. Вот, своими силами. То есть, мы знаем, как это сложно сделать. Но когда каждый вносит свою лепту, вот каждый вносит, то вот эта какая-то лепта, она становится, когда мы объединяем эти лепточки, то это уже определенная величина. И вот этой величиной мы можем делать какие-то великие дела. И, конечно же, к этому нужно прилагать все усилия, чтобы, если даже это не удается, силами одного, скажем, какого-то прихода сделать. Конечно, было бы хорошо, если бы в этом отношении объединились все приходы, скажем, конкретного благочиния для того, чтобы сделать страноприимницу. Конечно, это было бы, знаете, настолько богоугодное дело, потому что сколько сейчас совершенно нищему была бы свитка, рубашка. Один хотя бы, понимаете. И уже было бы участие этих людей. Ведь каждый знал бы, что вот если он принесет какую-то, скажем, там еду, что вот можно кого-то уже там было бы накормить. С приходом это сложно. Да, конечно, с одному приходу, конечно, это сложно. Тем более, нужно учитывать, что раньше, конечно, приходы были немножко другими. Раньше практически все социальные прослойки, они были прихожанами. То есть были и богатые, и средние, и бедные, все составляли единое целое. А сейчас в основном, как и, собственно, в те времена апостольские, ну, конечно, были тоже разные места. Где-то, вот как в Каринфской церкви он пишет, что немногие из вас благородные, значит, то есть немногие богатые из вас. Тем не менее, конечно, в раннехристианской церкви богатые христиане предоставляли, потому что было катакомбное время, когда нельзя было совершать богослужения в храмах, отстроенных. То есть потому что церковь была гонима, и богатые предоставляли так называемые икосы. То есть представляли какие-то помещения внутри своих дворцов, где совершались первые христианские собрания для совершения божественной литургии. Вот. Но мы можем только сожалеть, что этого нет. И, конечно, бы... Как я на Караштанского, да? Да, то есть... А с другой стороны, мы видим, что один человек, понимаете, как бы один, вот один пастырь, вот настолько... Был, конечно, пламенный молитвенник, Божий был человек, вот, и, конечно, ему руками Господь созидал великие дела. Сейчас можно только к этому стремиться. Я думаю, что с Божьей помощью мы, может быть, когда-то сможем это сделать. Все-таки церковь, она была гонима, было очень много отнято у церкви за советский период. То есть, по сути, те дома страноприимные, которые были, и больницы, все это, конечно, было у нашей церкви. И более сектанты этим же занимаются сейчас. Этим занимаются, но у них другие совершенно возможности, понимаете. Я думаю, что она может совсем... Да, ну почему? Я бы не сказал, что... То есть, ничем, как бы, в этом отношении церковь не занимается. Она занимается, и есть приходы, которые... Значит, один приход бывает, настолько он в финансовом отношении имеет доход, особенно это столичные какие-то там приходы, монастыри бывают, строят больницы, страноприимницы. Да, у нас, к сожалению, этого нет. Ну, даст Бог, может быть, когда-то будет. Дай Бог. Дай Бог, чтобы, конечно... Ну, был. Самое главное, чтобы было еще желание это сделать, понимаете. Ну, а с другой стороны, мы должны все-таки быть побуждаемы именно словом. Вот здесь объединится приход. Да, конечно. Я считаю, что... То есть, больше другой. Согласен с вами. Только можно пока каяться в этом, как в грехе, что мы этого не делаем. Конечно, на каком-то уровне все-таки приходы участвуют в социальной жизни. И старается каждый, уже не говоря о приходе, но каждый христианин старается какое-то милосердие делать для нуждающихся людей. И поэтому... Приходит ведь человек не оставлять. Конечно, конечно. То есть, мы видим, ну, нет, скажем, такого, скажем, института страноприимнического, понимаете. Вот этого, конечно, нет. Так. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Будьте единомыслены между собою. Не высоко мудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте себе, никому не воздавайте злом за зло, но бегитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано мне от мщения, я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой володен, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Ну, давайте попытаемся разобрать эти мысли апостола Павла. Здесь он говорит и о том, что мы не должны мстить за себя, но дать место гневу Божию. Понимаете, человек живет в человеческом обществе, а значит, обществе несовершенных людей. Все мы, конечно же, с грехами, пороками постоянно сталкиваемся своей гордостью. Знаете, коса на камень, как мы говорим, находит. Искры, значит, начинают. И вот, понимаете, вот что вот здесь важно? Важно понять, что Господь очень внимательно относится к человеку, к человечеству в целом. Ведь каждый человек, если питает к другому человеку ненависть, то он на самом деле еще забывает о том, что он питает ненависть к образу Божьему. Ведь каждый человек — это икона Божья. Конечно, мы об этом забываем. Иногда некоторые вообще не подозревают о том, что человек — это образ Божий. Но вот, если все-таки человек ненавидит другого человека, то он ненавидит и образ Божий. А раз человек покушается на эту святыню, на этот образ Божий, то тогда Господь говорит, «Мне отмщение, ас вас да». Ведь каждый человек необъективно оценивает другого человека. Часто мы говорим, в тихом комнате, знаете, там черти водится. То есть о таких людях вроде, знаете, с внешне покладистых, очень тихих. А потом что-то такое, понимаете, происходит с этим человеком, и мы думаем, откуда же это взялось. А бывает очень грозный, суровый человек, а какие-то такие нежные стороны его человеческой натуры проявляются. И мы тоже удивляемся этому. Это значит, что мы многого не знаем о человеке вообще. И если мы направляем свой гнев на другого человека, то мы должны помнить о том, что мы не объективно оцениваем, и только Бог может дать такую объективную оценку человеку, его личности. И он говорит, что «мне отмщение, ас вас дам». Если действительно человек заслуживает отмщение, наказание, то это сделает Бог. Потому что человек не сможет этого сделать хорошо, не сможет сделать правильно. «Итак, если враг твой голоден, то ты возьми, накорми его. Если жаждет, напой его, ибо делаясь ее, ты соберешь ему на голову горящие уголья». О чем это Апостол говорит? Он говорит о том, что если ты делаешь человеку добро, а он все равно творит тебе зло, то он только делает тебе хуже. Он собирает уголья, горящие на свою голову. «Не будь побежден злом». Вот представляете, какие слова. Конечно, мы об этом размышляем, когда столкнемся с подобными обстоятельствами своей жизни. Но это все-таки вдуматься. Если мы воздаем зло за зло, то это значит, что мы побеждены этим злом. Мы не смогли зло победить добро. Ведь это очень важно нам понимать. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьим установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. «Если же делаешь зло, бойся, ибо Он не напрасно носит меч. Он Божий слуга. Отмстите в наказание делающему злое. И потому надо бы наповиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать и платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Вы знаете, эти слова… Несовременные. Что? Несовременные. Вы знаете, они очень современные. Другое дело, что современник не хочет принять эти слова. А власть. А, вот понимаете, вот сейчас я, конечно, ожидал подобных, как бы, подобной реакции относительно власти. Но ведь, понимаете, что значит быть покорным выше властям? И вот больше всего смущают такие слова. «Ибо нет власти ни от Бога». Понимаете? Вот что это значит, вот эти слова? Я вам сейчас скажу вот то, что как бы желательно все-таки понять. Есть, это не значит, что вот всякая власть, вот, ну, скажем, власть диктатора какого-нибудь там, фашиста там, Пиночета, Гитлера там, понимаете, и так далее. Это не значит, что эта власть Богу угодна. Здесь, когда он говорит «нет власти ни от Бога», то он хочет сказать вот что. Что если власть кто-то проявляет, какой-то диктатор, к примеру, то если он ее проявляет, то эту власть дал возможность проявить этому диктатору Богу. То есть сама власть как возможность проявления, она всегда от Бога, потому что она всегда попущена Богом. Имеется в виду, не форма правления является от Бога, скажем, диктатором. Нет, не сама форма правления, а власть как возможность властвовать. Действие, понимаете? А почему так? А почему? А потому что, когда пишет летописец, за что посланы монголо-татары нам, то он говорит «грех ради наших». То есть получается, что этот меч, карающий, только по нашим духам. И что эта власть с мечом, карающая, попущена Богом для нашего вразумления. Ведь люди, которые начинают терпеть страдания от угнетателей, они начинают только тогда всерьез задумываться над своей жизнью, над ценностями своей жизни. Поэтому в этом смысле мы должны понять и те слова Сергия Радонежского, когда Дмитрий Донской пришел за благословением на рать с монголо-татарами, он сказал ему, то есть Сергий Радонежский, «Если они власти просят, славы, не простите, славы, то дайте мне. Если денег просят, тоже дайте. Но если на веру покушаться будут, потому что вера в народе – это душа. Если веру отнять у народа, то это народ превращается в смердящий труп. Потому что не может жить народ без веры. Он начинает оскотеневать. Действительно превращается в смердящий труп. Потому что как тело оживотворяется душой, так и вера оживотворяет народ. А власть, слава – это то, что не решает вопрос человеческого спасения. Ну, если мы потеряли власть по нашим грехам, то тогда что-что заслужили. Потеряли денег. Ну, что ж, понимаете, это тоже не решает человеческого спасения. Значит, можете дать, если они этого просят. Почему мы и в лице того же Александра Невского, когда понимали, что сила монголо-татара непреодолима в тех исторических обстоятельствах, он преклонял свое колено перед ханом Александр Невский. И мы должны понимать, что именно власть всегда является проявлением именно Божьего промысла, какая бы она ни была. И вот здесь говорится о таких, вы знаете, современных, актуальных проблемах относительно налогов. как-то один мудрый человек, причем я прочитал это в каких-то потеряках, еще в те времена, в средние века, один из преподобных сказал, что все предвыборные обещания, это речь шла, видимо, о Римском Сенате, превращаются потом в налоги. Вот так оно и сейчас происходит. И тем не менее, апостол говорит, нужно платить оброк, нужно платить налог. И ведь понимаете, что сейчас говорят, ну как же, а если не уходить в тень, так можно совсем остаться и без нижнего белья. Ну, с одной стороны, может быть, это, знаете, как бы можно современного человека понять. Но если мы посмотрим на этих людей, которые это говорят, то совершенно становится понятно, что они при любом раскладе будут кушать, значит, в бутерброд с черной икрой, понимаете. Так что, все это только рассуждения, которые пытаются себя оправдать. Вот слова апостола Павла. Вот почему современник не хочет читать Священное Писание? А потому что, если он это прочитает. Ну, как ему после этого спать, понимаете, будет не очень уютно. Он будет мучиться. Понимаете? И поэтому мы лучше посмотрим футбол там или что-нибудь. Не оставайтесь должными никому, ничем. Вот это очень важное слово. Мы не должны быть должниками, кроме взаимной любви. То есть, мы должны только взаимную любовь. Вот как коротко и очень вразумительно сказано. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. Все другие заключаются в этом слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. И так, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. И так, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью, распутству, ни ссорам и зависти. Но облегитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения плоти не превращайте в похоть плоти». Вот эти слова очень определенные. Вот, понятное дело, мы люди телесные и нуждаемся, конечно же, в каких-то телесных, имеем нужды телесные. Но вот мы не должны превращать попечение в похоть. Похоть – это когда смыслом жизни становится всякое телесное приобретение. Когда человек только и жаждет. Похоть – вот само слово «похоть». когда человек похотлив, как он может быть похотлив, скажем, мужчина к чужой жене, вот, точно так же вот эта похотливость именно к всякому материальному стяжанию. Когда он теряет интерес к духовному, вот это уже проявление от откладывает на потом духовное, это уже есть проявление вот этой похоти плоти. Мальчик, вот ниже, ближе к нам спасение. Ибо ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Нужно понимать, что человек имеет духовный рост. То есть, начинается все с младенчества. То есть, когда мы уверовали, это значит начало, начало духовного роста. И, следовательно, когда он говорит о том, что ближе, чем тогда, то это значит, что произошло некое возрастание в вашей жизни. Ведь, если, к примеру, человек в преклонном возрасте, то преклонный возраст, это возраст, когда жизнь в какой-то ближайший момент уже оборвется. возрастает. И вот точно так же, если человек сформировался уже духовно, если он духовно возрос, то что это значит? Это значит, что уже человек ближе к цели. Понимаете? немощного верия принимайте без споров о мнениях. Вот мы сейчас приступаем к очень важным рассуждениям апостола Павла. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Вот как понимать эти слова? Дело в том, что нужно еще помнить об историческом контексте, к которому обращался апостол Павел. А исторический контекст, это особенно в Риме, это огромное количество всевозможных взглядов, философских взглядов на жизнь. Среди них были и так называемые стоики. Достаточно популярная была философская идея, где человек считал, что он должен иметь воздержание. Но скажете вы, ну воздержание нормально? Но воздержание историков было ненормальным. Почему? Потому что я уже не говорю о том, что цель их воздержания была, скажем так, скорее больше ублажала гордость их. они могли рассуждать о том, кто больше воздержался, понимаете. Ну а давайте мы сейчас начнем рассказывать друг другу, а вот ты знаешь, я вообще совершенно не кушаю, три дня и ничего не ем. Ну и какие последствия для души человека будут подобны рассуждения? А если скажут, а ты знаешь, я по нему еще рыбку кушаю, а я вообще ничего не кушаю, я очень хорошо пощусь. И конечно же человек чем больше будет слышать разговором о том, что кто-то ест, а он не ест, то его только будет это надмивать и тщеславить, правда ведь? И конечно же человек будет неправильное мнение составлять о себе. И вот стоическая мысль, она в частности возбуждала в человеке, понимаете, она делала вот воздержание целью жизни. То есть для нас это не цель жизни, воздержание, любое воздержание. Для нас это просто средство. Вот знаете, есть моющее средство. Вот мы моем же не для того, чтобы мыть, вот то есть чтобы вот что-то моем, вот чистить. Для чего мы скажем, ну что-то вот подсвечник чистим, к примеру. Мы же чистим его не для того, чтобы просто он был чист, а чистим для того, чтобы он был чист ради Бога, ради Христа, в его славу мы это делаем. Для того, пятна каким-то покрывается. То есть мы прежде всего преследуем какую-то возвышенную цель. И вот понимаете, когда мы обращаем внимание на всевозможные, вот скажем, восточные идеи, они сейчас очень популярны, потому что стоические идеи, они уже давно забыты, они как бы умерли еще в античное время. А вот именно те, скажем, восточные идеи, я имею в виду индуизма, буддизма, где сейчас-то можно это увидеть и на видеокартинках, там где-то в интернете, как вот йоги достигают полного неедения. И в результате мы видим, как он, этот индуист, йог, к примеру, упивается тем, что он достиг этих результатов. То есть для него это смысл жизни, это цель жизни. Показать результат выше. Он говорит, смотрите, а вот я могу не есть там месяц или полтора. Он вправду не ест месяц-полтора. Сейчас я не буду пока говорить о механизмах, почему он не ест. Я просто хотел бы сказать о том, что для человека это цель. И эта цель является для него еще и предметом гордости, тщеславия. Но разве в гордую душу может войти Бог, если этот человек сам уже стал Богом? Он сам для себя стал идеалом, он стал выше всех. Кто может быть сравним с ним еще? Да никто. Он сам лучше других. То есть это одна сторона. Но и другая сторона есть. Человек немощный в вере, ест только овощи. Здесь есть несколько моментов. Вообще, конечно, мотивация – это первый, так сказать, момент мотивации воздержания я осветил. Второй момент. Есть люди, которые гнушаются пищей, скоромной пищей. К примеру, мясом, молочными продуктами. И вот нужно заметить, что канонические правила достаточно определенно говорят о том, что кто гнушается, если он гнушается скоромной пищей, то мирянин да будет отлучен от церковного общения, а священник даже запрещен в священнослужении. Представляете? А почему? А потому что то, что Бог очистил, не считай нечистым. Нет нечистого в этом мире, имеете в виду материального, ничего. Есть только нечистота в сердце человека. Помните, то, что входит в тебя, оно также исходит. Оно не сквернит человека. Еще Спаситель об этом сказал. А сквернит то, что исходит из сердца, помыслы, устремленные к прелюбодеянию, блудодеянию, убийствам и так далее, перечисляются пороки, грехи человека. И вот некоторые немощные вери считали, что в самой пище скоромной присутствует скверно для человека. И вот эта немощь вызывала в здравомыслии церковной позиции, конечно же, негативную реакцию. То есть это было ненормально. Но здесь, говорит апостол, немощного вери принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. То есть не надо их осуждать, этих людей, немощных в вере, говорит апостол Павел. Да, он неправ. Он неправ, да. Но не надо его осуждать. Почему? Но в то же время мы знаем о том, что я говорил уже, канонические правила, они осуждают такого человека. Но нужно заметить, что мотивация именно вот этого гнушения и так далее менялась на протяжении истории. И в какой-то момент нужно было вынести свое мнение церкви. Когда она вынесла? Тогда, когда они начинали осуждать тех, кто могут себе позволить в позволительные дни, и кроме апостных дней, вкушать эту пищу. То есть вот тогда церковь уже выносила свое осуждение. Но если человек просто, вот скажем, он не вкушал эту пищу, но он и не осуждал тех, кто вкушал ее, то тогда апостол говорит, что вы их тоже не осуждаете. Но когда они уже начинают осуждать и считать себя лучше тех, кто позволяет себе это делать, вот тогда церковь говорит, знаете, если рассмотреть с точки зрения возвышенного богословия церкви, то вы тогда осуждаете самого Христа. Как будто пришед в этот мир, он ничего не очистил, а все осталось в ветхозаветной скверне. Ведь даже отношение к женской нечистоте, к христианской церкви изменилось. То есть осталась, значит, ритуальная нечистота, но она не является скверной, духовной скверной, а является неким, значит, неудобством. Ну, а это было еще связано, опять-таки, в те времена, когда не было тех, так сказать, того гигиенического женского арсенала, который сейчас есть в огромном количестве и разрекламировал, так сказать, для всяких детей и так далее, вот, чтобы все знали о том, чем пользуется женщина. И вот сейчас, конечно же, нет такой проблемы. Это раньше женщина могла зайти, и все это могло остаться на полу. Поэтому в этом смысле она была нечиста. Только в этом. Но не в том смысле, что это является нечистотой вообще. Совершенно верно. Так. Продолжаем дальше. Кто ест, не унижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. И вот мы можем найти примирение этих взглядов именно в монашестве. То есть мы знаем, что монашествующие – это люди, которые в идеале, имеете в виду, воздерживаются больше, чем миряне, да? Но ведь монашествующие, которые воздерживаются больше, чем миряне, они не осуждают мирян за то, что они вкушают, значит, скоромную пищу, от которой монашествующие вовсе отказались. Я имею в виду, в частности, от мяса. Понимаете? То есть вот здравый подход. Но бывали проявления радикальные. И вот именно радикальные мнения всегда осуждаются. Потому что каждый имеет свою возможность. Кто ест, не унижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Кто ты? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Вот какие слова действительно прекрасны. Он стоит перед Богом или падает, но не перед такой же человеком. А кто ты такой, чтобы делать замечания человеку другому? Что он прав или не прав? Вот то, о чем мы говорили с вами на прошлой лекции, когда сейчас собираются в кучке радикалы и начинают. Так вот, вы не приняли коды. Вы, перед мне сказать, приняли коды. Все. Спасение закрыто для вас. Как будто они решают, кто спасется, а кто погибнет. Они стоят, люди, перед Господом. И нужно им читать вот эти слова, а не читать «Спасите наши души», понимаете? Или там подобные радикальные издания. Пусть почитают. Кто ты, что осуждаешь чужого раба? Разве он твой раб? Он Божий раб. И стоит он или падает, он перед Богом это делает. «И будет восставлен, ибо силен Бог восставить». И вы представляете, вот как вот все действительно мы заблуждаемся часто и способны вот человека, понимаете, осудить с ног до головы. А Бог восставит этого человека. А нас осудит. И кто мы после этого? «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне ровно». Вот о чем это речь? Речь в данном случае о праздниках ранней христианской церкви. Ну, дело в том, что, конечно, были общие праздники для всей церкви, и то, конечно, было достаточно сложно относительно празднования той же Пасхи, там, Рождества. Но были также еще и местные праздники. Вот в какой-то церкви были местно чтимые святые. И вот в одной церкви они почитались и праздновались, а в другой церкви они не почитались. И потому один отличает один день от другого дня. И здесь апостол призывает, «Всякий поступай, поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни для Господа, различает. И кто не различает дни для Господа, не различает. Кто есть, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни? Ибо Христос для того и умер, воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». живым. Знаете, вот то, что говорит сейчас апостол, ведь, понимаете, он говорит о чем-то самом важном. Он говорит о стержне вообще христианской жизни. Ведь я знаю, какие раздоры возникают на почве старого или нового стиля. А ведь здесь апостол говорит о том, что иной отличает день одна, другой судит о всяком неравном. Всякий поступай по русскому истоверению своего ума. То есть, если у тебя есть такие основания, скажем, принять тот же новый стиль, ведь это не является основой человеческого спасения. Ведь если даже углубиться, так юлианский стиль, он по происхождению, который так отстаивают наши радикалы, так юлианский стиль по происхождению, значит, еще языческий, он возник вообще в языческой среде еще до Рождества глистового. Юлианский календарь. Это тот, который старый календарь. Просто он действительно адекватный по отношению к отражению христианских, значит, праздников. Но, тем не менее, если есть другой календарь, григорианский, который возник уже в эпоху средних веков, но есть этот календарь, но он же не является, я же не в символе веры, не говорю веру в юлианский календарь, и там, и далее, Бога, воплотившегося, и так далее, и так далее. Но это не составляет предмета моей веры. Это может мне помочь верить. Но если мы устанавливаем определенный радикализм нетерпимости, ведь на этой почве христиане часто вступают в серьезные конфликты, вплоть до разобщенности, это страшно, понимаете? У нас этой проблемы нет. Вот в греческой православной церкви это очень серьезная проблема так называемых старостильников виновостильников. А на самом деле григорианский календарь имеет определенный миссионерский характер. То есть там, если у нас, скажем, нет того контекста, скажем, западного, в котором живут там, в Европе, а там как? Огромное количество европейцев живут это католики и протестанты. И Рождество они празднуют по новому стилю. И вот православные тоже празднуют по новому стилю там Рождество. Пасху они празднуют по старому стилю. Потому что именно по старому стилю сходит благодатный огонь. Это так называемые меняющиеся приходящие праздники. Подвижные, простите. Подвижные. Вот. А Рождество и тогда как бы вместе, тогда нет вот этой конфронтации, нет вот этого разделения. А вот вы знаете, мы свое Рождество, мы отпраздним. Нет, пожалуйста, ты в своем храме можешь праздновать. Но вся уже страна в своем большинстве уже празднует Рождество. Нет, мы будем отдельно праздновать. И вот поэтому был с этой целью принят календарь, григорианский календарь. Для того, чтобы праздновать Рождество вместе. Но это не значит, что с ними слиться и праздноваться в костеле православное праздник. Нет, каждый празднует в своем храме. Но нет вот этого противостояния. Дети же в одной школе учатся. А это в основном детский праздник. В том смысле, что мы знаем, сколько связано именно у детей с этим праздником. Радости и так далее. А так получается, нет, вот вы отпразднули, потом будем праздновать. Вы знаете, и причем это возбуждает опять-таки дух вот этого противостояния. Они не мы, мы не они. Вот, ну, в таком духе это, знаете, это все. А церковь навсегда была миссионерской. С радующимися радуйтесь. Разве не об этом говорит апостол Павел? Ну, если они радуются, мы должны радоваться с ними или нет? Нет, мы должны плакать, когда они радуются. Вот мы так хотим, понимаете? Вот нам нравится все сделать наоборот. поэтому для кого-то нужно подумать над этим. Вы мне напоминаете, какой стих я читал? Девятый, да? Ибо Христос для того и умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми. А ты осуждаешь брата твоего или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Представляете, вот действительно, как вот все просто? Может быть, кто-то из нас не предстанет, если мы осуждаем? Все мы предстанем, понимаете? И Господь скажет вот этому, понимаете, которого мы осуждали, стань Чатову по правой руке. А нам скажет, ну знаешь что, ты судья, вот будешь там в одну судить, будете друг друга осуждать, вечность большая, так что будете судить уже друг друга, сколько хотите, кто лучше, кто хуже. А царство любви, мне царство Божие, это царство любви, где нет места осуждения. Поэтому мы должны задуматься на тему, какой грех мы берем на себя, когда осуждаем ближнего. Ибо написано, живу я, говорит Господь, передо мною преклониться всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так, каждый из нас за себя даст отчет Богу, каждый за себя. Там уже не будет, понимаете, рядом никого. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Вот о чем нужно судить. Как все просто. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Вот обратите на эти слова. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. То есть получается, что в наших глазах нечистота. И вот когда мы смотрим через пятно на этот мир, то и нам кажется, что этот мир весь является нечистым. А если что-то нечистое? А если что-то нечистое? Не, ну ведь помните, когда у Авы Торофея пришел брат, подвижник, настоящий христианин, зашел к брату и смотрит, там все разбросано у него, как-то вот, ну нет порядка там в келье. Утром раненьким. Утром раненьким. Понимаете? Ой, говорит, так брат, в молитву ушел. Видимо, и нет времени у него даже, значит, все собрать. Вот, ну вот, действительно, так он занят молитвой духовной. Нет ему даже времени своей кельей заняться. А к другому пришел, у него все сложено, все вот по полочкам. И он говорит, ой, какой, и помолиться, успел и убрать в комнате все. То есть человек хочет оправдать, понимаете? Он, у него взгляд такой, понимаете, на мир, а другой нет. А вот, значит, вот того, вот какой чистоплюк, сказал он, понимаете? Вот, о том, который убрал все, понимаете? Так что тут все зависит от того, понимаете, кто мы. Нам кажется, что все что-то не так делают. А на самом-то деле, кто мы такие? На суд предстанем, будем сами отвечать перед Богом. Он говорит, да ты же осуждал постоянно. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе в самом нечистого, только почитающему, что любо нечистым, тому нечистым. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уж не по любви поступаешь, не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Да не хулиться, ваше доброе, «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Так что, кто осуждает другого за то, что тот не совсем может быть поститься, то нужно об этом подумать, что Богу не угодно сие. Раз мы делаем это, значит, мы должны это делать, потому что нам эта совесть подсказывает. Вот другой, скажем, в душе чище, понимаете, может быть, ему и не нужно так, понимаете, там и поститься. А нам нужно выжечь воздержанием нашим постом этот грех. Кто осемь служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному наседанию. Ради пищи не разрушай дело Божие. помните, говорят отцы, ты, говорит, может быть, уже там покушай, может быть, ту рыбку там или что, но только ж уже не кусай, не грызи брата твоего, не ешь его с плотью и кровью. Помните, как Иван Грозный, который был очень таким, знаете, обрядовером большим. И он однажды был увлечен в этом грехе обрядоверия юродивым новгородским Солосом или Псковским, простите, по-моему, Псковским. Вот. И он все, как бы, там встречали его с хлебами, солью, а Солос положил кусок мяса такой, знаете, кровоточащий, свежий. А был пост великий. Ну, что ж нет, ты так встречаешь? А он говорит, а, говорит, я же сейчас же пост, я же не ем, говорит, а, говорит, ты мясо не ешь, а плоть человеческую. Говорит, кушаешь? Как однажды тоже ему Василий Блаженный Ивану Грозному сказал, когда он вышел с храма, говорит, Ванька, а ты где был-то? Ну, как, ты же видишь, я в храме был, вышел только что из храма. Нет, говорит, ты не в храме был, ты на Воробьевых горах был, а там он думал, как дворец ему построить. так что, можно быть, понимаете, в храме, можно, понимаете, и иметь такое воздержание, а в то же время точить плоть другого человека и мечтать где-то там. Поэтому вот, ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазну. Вот уже здесь он, значит, приобретает оттенок другой смысл. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Что это значит? Это значит, что если вот такой немощный брат, есть только овощи, а ты говоришь, да что вы тут, значит, понимаете? Я свободен духовно, я могу есть все. Так что, что ты немощного душой, но если ты уже кушаешь, так ты уже кушаешь. Зачем ты говоришь о том, что ты такой сильный, этот человек не может этого понять, вместить. Зачем ты его искушаешь? Не надо показывать, что ты лучше, что ты, понимаете, такой вот уверенный в своих действиях, что можно вот сейчас, значит, есть там все подряд. Поэтому человек должен в этом отношении помнить о том, что это средство. И если ты сейчас не вкушаешь, так ты для Бога не вкушаешь, или если ты вкушаешь, то и благодари Бога за это. Но не надо на этой почве расстраивать отношения внутри церкви. Это не может быть предметом, конфликтом. Вот о чем говорили. То есть и тех вразумляет, и других внаставляет. Потому что сейчас тоже много ой, да вы, значит, рассуждают там о посте. А действительно, эволюция поста достаточно была сложной, она непростая. Вот в 17 веке патриарх Андреан и в среду, значит, в его меню разрешалась рыба. И вообще, для мирян считали, что рождественский пост всего 7 дней, только перед концом рождественского поста. Вот кто-то думает, это хорошо будет. Вот, плохо было. Это как оживился зал. Аудитория чувствуется, радуется всему. И радуемся, когда заканчивается пост. Не потому, что Рождество наступило, наконец-то закончился этот длинный путь. 40 дней. Понимаете, вот, понимаете, все наше немощное человеческое. Поэтому тут как бы не все просто, понимаете, это вообще всякое воздержание. Это не значит, что или я призываю к чему-то такому, а, вот знаете, или это не значит уже ничего, нет, я не дерзаю, понимаете, есть соборный разум церкви, есть пост. я всегда вывешиваю значит меню устав-поста по уставу, как он положил. И каждый смотрит. И пусть ему совесть скажет. Вот, вот к этому нужно стремиться. Но если человек не может, ну всякие же бывают, кто-то болеет, кто-то уже по старости не может, кто-то еще по каким-то обстоятельствам, семейным и так далее. Почему я говорю, что подходите всегда к духовнику, спрашивать. Потому что если мы сами себе будем все назначать, понимаете, ну тогда, знаете, даже в медицине врач всегда назначает. А если сами, понимаете, не занимаетесь, говорит медицина, нам самолечение. И здесь тоже не надо, понимаете, потому что человек, он, знаете, слишком себе потворствует во многом, особенно, чтобы идти более легким путем. А другой наоборот, понимаете, его так, понимаете, вот аскетизмом, понимаете, переехала, что он, понимаете, на всех уже смотрит, понимаете, такими глазами. Вот смотрите, какие же они, вот щеки какие, понаедали. Чего только не говорят. А Господь-то говорит, постежься, умой свое личико, вот, голову свою помой, и помажь елеем, а если есть миром, вот, и не сетуйте в это время, потому что это время радости, очищения духовного. Понимаете, вот какие смыслы, вот их нужно улавливать, что должно нас другими людьми делать, другую атмосферу создавать, отказаться ради Христа, отказаться, а не какую-то славу себе делать, свое имя делать. Вот посмотрите, какой же я аскет, какое изможденное у меня лицо. Это же все, знаете, так непросто, я же допустим такой великий. Да не надо этого делать. Не надо никому ничего показывать. Ты имеешь веру, имей ее сам себе, говорит дальше апостол. Вот видите, что имеешь веру, ну, имей ее себе. Затворись в клеть свою, и тайное станет явным перед Богом. Ну, не надо этого никому показывать. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверит, а все, что не поверит, грех. Вот о чем говорит здесь апостол? Понимаете, Серафима Суровского спросили, а вот вот чем отличается грешник от праведника? Он сказал решительностью, решимостью. Вот понимаете, когда человек веру имеет, ее имей в себе, вот эту веру. Вот ты имеешь веру. И вот твоя вера, это очень такое интимное чувство, говорится о нем, что оно должно перед Богом быть. Ее не надо на показ, вот эту веру выставлять. Имей ее в себе. И если ты имеешь вот веру, и ты знаешь, что вот сейчас тебе вот так нужно поступить, поступай. Но не должно быть вот то, от того, о чем говорит сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверит. А все, что не поверит, он понимается, вот он смотрит на того, на другого дергается. Не надо дергаться. Подойди к духовнику и спроси его, вот как мне лучше здесь быть? А то, понимаете, вроде и болезнь точит человека, и нужно скушать что-то. И у него, а нет, а как же это все будет, вот, понимаете? И вот человек нарушает, вот он переступает. Но опять-таки с сомнением переступает. И он чувствует, что это уже не польза, это что-то такое, понимаете? А так не надо. Подойди смиренно, скажи, батюшка, вот я так болею, вот у меня такая немощь, что мне как благословите? Все, вы получили благословение, все, помощь вам. Вы понимаете, вот для чего это важно? Чтобы человек не имел вот этого своеволия, потому что своеволие, оно никак не совпадает с той молитвой, где мы просим, да будет воля Твоя, Господи, а не моя. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророчески по появлению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их веры, единому премудрому Богу через Иисуса Христа Слава и Кемии. Ну, откровению тайны, это имейте в виду то, что в Ветхом Завете не было известно, а в Новом стало известно. Мы сильные должны, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Понимаете, вот в чем вот это христианское наше общежительство. А тут наоборот, показать превосходство над другим, что я лучше знаю, где поклоны делать и где стать в храм, и перед какой иконой. Вот я лучше знаю, целовать эту икону после причастия или не целовать ее. А ведь человек, понимаете, такое складывается чувство, что, понимаете, в этом какая-то суть веры. Но это же ужасно, это чудовищно. Если в этом вера наша, когда поцеловать и когда не поцеловать, и когда поклоны сделать, когда не... Вы знаете, это уже напоминает какой-то, понимаете, царский ритуал. Вот где что можно, где нельзя. Это просто, это не церковь, это какое-то, понимаете, это общество любителей какого-то церковного этикета. Понимаете? Что это такое вообще? Мы пришли к Богу. После причастия иконок как-то не очень хочется прикладываться. Ну, вы меня извините, вы уже одну поцеловали, когда чашу, я вас причастил, и вот там иконочки есть, понимаете, вы уже ее поцеловали. Вот мне не хочется икону поцеловать, но тем не менее, чашу я поцеловала. А это что, не иконок, которые священники? Да, а потом, как всю икону, как-то хочется... А дело в том, что никто вас и не обязывает, понимаете? Но в то же время, понимаете, нельзя на этом, строить церковные, понимаете, споры. Это не является сутью веры. Как хочешь так. Вот один человек, он, понимаете, он подошел, причастился, а то же как еще бывает. Человек подошел, причастился, он настолько был сосредоточен на причастии, он причастился и забыл поцеловать чашу. Но тут же внимательные глаза смотрят, понимаете, как поцеловал чашу или не поцеловал. И настолько, понимаете, и человек вот он, вот все, с таким умиротворением отошел к чашу. Ты что, не поцеловал, а чашу? И этот человек уже неделю, понимаете, он уже все, у него мозги горят, понимаете, душа в аду, понимаете, все, мучается человек. Батюшка говорит, а мне же сказали, я такой страшный грех совершила, все это, что простится мне. Уж были, не знаю, проститься или не проститься. А другие грехи? Вы представляете, понимаете, как человек может себя довести. Поэтому говорю этому человеку, в следующий раз будете расстраиваться только по моему благословению. Вот если благословлю расстраиваться, значит расстраивайтесь. А если не благословлю, значит не расстраивайтесь. А ведь в этом действительно смысл, то, о чем я только что сказал. Не в том смысле, что я благословлю кому-то расстраиваться. Но в том смысле, что вы подумайте, что пока пастырь все-таки в этом храме один, настоятель храма. Это значит, что никто не должен пасти, понимаете, будучи сам овечкой стада Христова. Не надо этого делать. иначе набираетесь греха, понимаете, страшного греха. Душа, понимаете, радовалась тому, что она приобщилась таинством, а тут, понимаете, на тебе. А вот неправильно ты, вот нужно было, вот, значит, понимаете, под 90 градусов сделать поклон, а ты сделала, значит, там на 180 или на сколько, не знаю. Вот неправильно было по этикету это сделано, по протоколу. Что же это за безобразие? У нас таких нет. Ух, если бы не было, я бы уж не говорил об этом, понимаете. А так уж приходится говорить об этом. Такого наслушаешься, понимаете, в моменты откровения. Весьма сожалею об этом, потому что много об этом говорю. Если бы я об этом не говорил, как ваш пастер, но я же говорю постоянно, нет, мы обязательно сделаем замечание. Сколько раз не говорил, понимаете, когда вы берете вот эту просворочку, когда причастились, подошли, взяли просворочку, да, и вот это, значит, после запивочку, и вот эту просворочку, вы начинаете, вот понимаете, так сказать, ее делить. У кого-то может быть, понимаете, так случилось, что он забыл вообще помыть руки, понимаете, может быть, значит, обрезать ногти. И вот, понимаете, с этими, понимаете, кому-то вот на, понимаете, съешь обязательно, вот, понимаете, и часть этой просвали. А другой человек, вот не привык, понимаете, что ему берут, понимаете, вот что-то там ломают, понимаете, и дают. И он, вы что, получит, думаете, благословение от этого радости? Он говорит, что такое вообще? Как с этим сейчас не обойтись? Ну, сколько раз я об этом говорил, не надо этого делать. Это для вас запивка, понимаете? Для тех, кто подошел, причастился, и все. Запивка, чтобы причастие не оказалось здесь в полости рта. Чтобы потом, когда вы рыбку будете кушать, понимаете, чтобы вы не выплюнули, понимаете, с причастием, не с косточкой, понимаете, причастием. Вот о чем идет речь. И начинается вот это все. Нужно просто слушать, чтобы... Я смотрю, этот обычай такой благочестивый продолжается. А вот, понимаете, я спрак, а потом мне говорят, а вот вы знаете, вот мне принесли, а что мне делать, а я вот там, понимаете, в море выбросил. Ну, что же это такое, понимаете? Ну, вот всякие бывают, но не надо этого делать. Мы же как-то должны с пониманием относиться. Разные люди, по-разному, понимаете, воспитанность. Мы не должны вот создавать какого-то дискомфорта, понимаете? Душа должна быть чувствовать себя свободно, легко в храме. А тут ей навязывают какие-то, понимаете, нормы, какие-то обряды. Нет, обряд — это хорошо, потому что это красота нашей церковной жизни. Но этот обряд, он является всегда проявлением именно того таинственного, духовного. И если человек еще не постиг этого, то для него это будет формализм, а не обряд, понимаете? А обряд — это слово «обрежать», «одевать». А если человек еще не одел для себя эту тайну в эту одежду, для него это еще непонятно. Поэтому будьте в этом отношении более благоразумны. Конечно, конечно. Все, то есть, значит, причастники приобщились. И сейчас вы подходите, кто считает нужным, это каждый может подойти. Я только говорю о том, что не надо вот это, понимаете, ходить и делить. Потом крошечки еще падают здесь. Взяли вот аккуратненько, знаете, вот так положите на ручку, слушали здесь. Все, отойдите со спокойной душой. А причем же, понимаете, если уже это создалась какая-то традиция, а вчера она мне давала, сегодня не дала. Что же это такое? Вы представляете, сколько, понимаете, размышлений, ненужных размышлений? Все, она, значит, видимо, все вот, понимаете, уже, да, имеет что-то. А она ничего не имеет, понимаете, просто у нее не хватило, понимаете, для всех. Вот какая глупость, понимаете, может возникнуть на этой почве. Так, напомните мне, пожалуйста. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал. Но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию, разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанный Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано. Вот, вы знаете, здесь можно резюмировать вот эту как бы всю... до 14 стиха, то, что апостол делает акцент. Сам Христос сделался служителем, понимаете? Он сделался служителем для всех. вот это, понимаете, служение именно человеку, иудею, и язычнику, самим Христом. Он умывал ноги. И сам я уверен, 14 стих о вас, братья мои, что и вы полны благость, и исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминании вам, поданной мне от Бога благодати, быть служителями Иисуса Христа у язычников, и совершать священодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе о том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершал Христос через меня в покорении язычника в вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не услышавшие узнают. Здесь апостол нам повествует о том, что он служитель. Служитель, сам Христос служил, и он тоже служитель. Служитель Иисуса Христа ко спасению для всех тех, кому он благовествовал от Иерусалима до Иллирика, до Черногории, где-то там, Иллирика. И далее он говорит, что я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Вот эти слова можно отнести вообще ко всем сектантам, которые пришли на нашу русскую землю. Потому что здесь уже было проповедано имя Христово тысячу лет тому назад. А у нас в Керчи такие две тысячи лет тому назад, потому что это была провинция Рима. И здесь благовествовал апостол Андрей. И если сектанты, которые приезжают из нового мира, как его называют, то есть Старый мир, это Европа, то Новый мир Америка, они приезжают оттуда, чтобы здесь нам рассказать о Христе. Но что говорит апостол Павел? Что я не благовествую на чужом основании, там, где уже было проповедовано имя Христово. Если они говорят о том, что они открывают для нас Христа, так у нас уже давно стояли храмы. Когда там, в той стране, откуда они приехали, еще были дикари. И вот. Сието много раз и препятствовало мне прийти к вам, то есть к римлянам. Здесь нужно обратить внимание, о чем говорит апостол Павел. Для того, чтобы было понятно, я здесь обращу ваше внимание на послание Коринфяна. А здесь в послании Коринфяна он говорит о том, что он насадил, а Аполлос поливал. То есть тоже проповедник истинный Христов. Но взрастил Христос. То есть Господь дал особую благодать апостолу Павлу в частности, чтобы он именно насаждал веру. То есть не каждый может прийти к язычникам, не знающим совершенно о Боге, и рассказать так, как это мог делать апостол Павел. Кто-то может только поддерживать эту веру других людям, только поливать то, что уже было посажено. Но в любом случае взращивает один Господь. И это препятствовало ему прийти. Но дело в том, что он стремился прийти в Рим, и он все-таки попадает в Рим. Но можно сказать, вследствие определенных скорбных обстоятельств. И он, здесь далее мы прочитаем, чтобы было более понятно то, о чем я скажу. «Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет, имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам». Он говорит о том, что цель его пути, там уже было проповедано имя Христово, уже были положены основания другим апостолам, Петром в частности. И поэтому, значит, он будет закладывать основания в Испанию. Но, а путь в Испанию через Рим. И он хотел пообщаться, он хотел увидеть римских христиан. «Не дошел в Испании». «Не дошел в Испании». Дело в том, что Священное Писание нам об этом не говорит, но предание говорит о том, что все-таки он как в своей жизни побывал в Испании и проповедовал там. «До этого». Что-что? «До этого». Нет, 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 нет. Он же говорит о том, что я приду к вам. «Она Испания». И, значит, потому что имеется... Что-что? «Илили же его в Казмире». Совершенно верно. Это уже в конец жизни. Но вот здесь, понимаете, одна важная деталь. О том, что он просит римских христиан, чтобы они молились, чтобы ему удалось все-таки осуществить свое пожелание прибыть в Рим для общения. Здесь вот в этой главе, 15-й в конце, он об этом говорит. А сейчас ему нужно вернуться в Иерусалим для того, чтобы в Иерусалиме иерусалимским христианам передать гуманитарную помощь, выражаясь современным выражением, которая была собрана греческими христианами. Потому что иерусалимские христиане в то время терпели нужду большую. Сам апостол занимался. Нет, он не сам. Дело в том, что его сопровождали. Нет, он все-таки занимался. Ну, он занимался, понимаете, скорее просто проповедовал для того, чтобы эта гуманитарная помощь была собрана. Но, понятное дело, он сам как бы не занимался этим, потому что это обременяло бы его, так сказать, благовестие. Потому что он-то, понимаете, был все-таки Павлом. Понимаете? И как Иоанн Златоуст однажды в своей проповеди, в такой пламенной, воскликнет, «Если бы я был, как Павел, говорит Иоанн Златоуст, то я не боялся бы смерти». Поэтому все-таки вот этот пламень веры, который был в Павле, понимаете, и как бы угнетать именно тем, что он занимался бы там, понимаете, гуманитаркой, конечно, это... Скорее он призывал просто христиан, соберите. Об этом он часто говорит. Об этом он часто говорит. Потому что, понимаете, нужда, когда человек нуждается... Поддержка. Конечно. Как помните, один из миссионеров, по-моему, Иннокентий Иркутский, нет, Вениамин, Вениамин, митрополит Вениамин, ныне уже канонизирован в нашей церкови, известный миссионер, он среди Чукч проповедовал там, вот, Алтайский край. И он говорил, «Что ты говоришь ему о небе, если он думает о хлебе?» Поэтому, конечно же, нужно накормить иногда человека. Просто накормить, потому что он голоден, он не способен на голодный желудок, скажем даже так, воспринимать благовестие, понимаете? Потому что человек слаб, человек немощен. Ну, и далее он говорит, «Если ты не можешь быть ловцом человеков, то тогда лови рыбу для ловцов человеков». Так что у каждого свои возможности. Значит, и поэтому апостол Павел, конечно же, призывал к тому, чтобы дали хлеб для иерусалимских христиан. И вот, здесь апостол в 30-м стихе. Нет, простите. Так, где же он здесь просит? В каком стихе? Так, давайте мне... Он просит здесь, где-то до 33-го стиха найдете. Он просит римских христиан, чтобы они молились, чтобы ему все-таки удалось побывать в Риме. 30-й. 30-й, да? Да, между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом, с любовью, подвязаться со мной в молитвы за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих иудеев, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира, да будет со всеми вами одним. Но вот, знаете, интересная деталь. Я все-таки обращу ваше внимание на эту деталь. Он просит о том, чтобы они молились, римские христиане, да? Чтобы ему встретиться в радости и так далее. Чтобы не было препятствий со стороны неверующих в иудеи. Но, видимо, или слабые молитвы были римские христиане, или же не угодно было Богу, чтобы так легко апостол Павел прошел Иерусалим. Но именно он приходит в Узах в Рим. Потому что там, в Иерусалиме, он был взят в плен. И именно в Узах он был отправлен уже с Иудеи в Рим. И, понимаете, вот это очень важный, на самом деле, момент. Потому что иногда нам кажется, что вот если мы помолимся, а некоторые даже, вот вы знаете, а как же так? Мы вот молились, а вот, понимаете, а молитва вот не избавила. И от этого человек теряет веру. Он на самом деле не должен терять веру. Потому что мы должны верить не в свой заказ Богу, а мы должны верить, прежде всего, Богу. А у Бога есть свой путь, неисповедимый, неведомый. Даже апостолу Павлу неведомый этот путь был. И он просит о том, чтобы случилось то, чего не случилось. Понимаете? Вот как. Это важно, наверное. И здесь 16 стих. Ну, единственное, я уже не буду его прочитывать, простите, главу 16-ю прочитывать. Я только обращу внимание на те стихи, на которые важно обратить внимание. Вот здесь встречается такое выражение «домашняя церковь». Домашняя церковь, это имеете в виду семья. Семья верующих. Вот она называется «домашняя церковь». И это, сейчас скажу, какой стих. Это у нас 4 стих, конец 4 стиха. Домашняя церковь. Затем 17 стих. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Вот что важно. Чтобы мы остерегались производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились и уклоняйтесь от них. Вот сейчас, видите, многие в нашей церкви производят разделение соблазнов, внутри церкви. Вот помните, я уже о отдых просто тебе говорю, потому что это больная проблема, такая тема нашей церкви сегодня. А ведь обратите внимание, тот Диамит, который был основным идеологом этой идеи, епископ Диамит Чукотский, а ведь он на этой почве даже отказался от единства с церковью, которая, собственно, его крестила, родила духовно, затем дала ему сад священнический, затем епископский, дала ему монашество. И он возомнил себя больше, он сказал, что я глава уже русской церкви. Вы представляете, на почве того, что коды, оказывается, показалось ему, в каком сне там неизвестно приснилось, что является печатью Антихриста. И вот до сих пор висит у нас покаяние другого идеолога уже на юге Руси, в Украине, епископ Иполит, который тоже был страстным поборником этой идеи, кода фобии. И он затем пишет покаянное письмо, он осознал этот грех. Именно вот таких людей мы должны остерегаться, которые сеют разделение. А ведь, понимаете, эти люди говорят, все, это такой смертный грех. То есть они уже знают, насколько он смертный, что даже нельзя причащаться этим людям и так далее, и так далее. И такой другой идеолог этой же идеи, это некто, архимандрит Рафаил, такого невысокого росточка он, как же его, Карелин? Карелин, да? Карелин. И он, понимаете, он вначале был в каких-то российских монастырях, потом он на Кавказ переехал, потому что никто не может понять его святость. Затем он на Афон поехал, нет, там тоже все плохие, уже вернутся сюда. Вот, понимаете, то есть вот человека носит где. А кто ты? Ты монах всего-навсего? А раз ты монах, так ты помидуй о том, что какие ты обеты дал. И обет послушания. А где же твое послушание, это монах? Он уже в безумии своего учительства, превозношения, он уже осудил всех, потому что все плохие, все идут к победе. Вот, понимаете, до чего доходит человек в ослеплении вот этой гордости. А что для нас нужно? Что нас спасает? Нас спасает Христос, нас спасает, спасает китаинство, которое Господь дал для Церкви. И Церковь ада врата не одолеет до скончания века. А если человек выходит за пределы Церкви, значит, он выходит за пределы этой спасительной ограды. Вот и здесь-то начинается печальный конец для него. А там еще есть возможность в этой спасительной ограде покаяться и обрести спасение. Так, мы можем начать еще у нас... Или если есть вопросы, то задавайте вопросы. Если вопросов нет, то тогда я сейчас еще прокомментирую две главы послания Коринфянам. И мы уже закончим сегодняшнее занятие. Так, вопросов нет. Тогда я продолжаю мысли относительно послания Коринфянам, апостолам Павла. Город Коринф, он находится на перешейке между Адриатическим и Агейским морем. В эпоху императора Августа этот город был центром, по сути, всей Греции, так называемой Ахайской провинции. То есть вся Греция представляла собой Ахайскую, Ахийскую, простите, провинцию. То есть это столичный город, скажем так, провинции. То есть это город, а ну где столица, вы сами знаете. Там роскошь, там всевозможные поиски, мысли, чувства и так далее. То есть там много всяких людей. И все эти люди несут с собой свои взгляды на жизнь. Конечно, коринфские христиане были достаточно непростыми. Он вынужден был по рассказам одной из семьи, с которой он встретился в Эфесе, из Коринфа написать послание, умещание. Потому что именно он там провел 18 месяцев с 50-го по 52-й год. То есть он устраивал там церковь, и там начались разделения, всевозможные разногласия и так далее, и так далее. Вот он обращается к коринфским христианам с первым своим посланием. Ну вот, первая глава до 9-го стиха, это по сути приветствие, поэтому мы не будем уже на нем останавливаться. И продолжаем с 10-го стиха. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Вот этому единомыслию церковь стремилась на протяжении всей своей истории. Это прежде всего единство было в появлении символа веры. Это единство в главном. Это прежде всего вероучение. Единство в главном, скажет блаженный Августин. Многообразие во второстепенном, то, о чем говорил апостол Павел. Многообразие, помните, относительно есть ли, есть ли и так далее. То есть вот эти стороны, скажем так, обрядово-аскетические стороны, они допускают определенное многообразие. Вот в одном, скажем, монастыре, помните, есть такая устойчивая пословица, «Не лезь своим уставом в чужой монастырь». Понимаете? А ведь на самом деле в этом огромная, понимаете, соль. Ведь каждый человек — это мир. А монастырь, понимаете, где из столетия в столетие, это, возможно, древний какой-то монастырь, и складывался свой устав монастырьский. А другой приехал, знаете что, ребята, вы тут все неправильно делаете, у нас делают наши монастыри так. Понятное дело, что те монахи с этого монастыря скажут, «А не ехал бы ты, брат, туда, откуда ты приехал?» Нет, ну, бывает разное, конечно, скажут, «Ну, ну, интересно, интересно, расскажи-ка, что вы там делаете, а как вы там?» Все зависит от того, какую идею несет, понимаете, и кто слушает эту идею. Но неважно, важно вот что, многообразие именно в этой области, в области обрядов и в области аскетической существует. Вот одни предпочитают, вот как, скажем, старец Сафроний Сахар, он говорит, у нас своя учебная. Это, по сути, святой нашего времени, он, афонский монах, ученик Силуана Афонского. Он написал книгу о Силуане Афонском, знаете, да, все. Именно из его, значит, рассказа письменного мы узнали об этом святом. Он канонизирован в нашей церкови Силуан Афонский. Недавно Сафроний. Что, что? Недавно он канонизирован. Нет, Сафроний Сахар не канонизирован, канонизирован Афанасий Сахаров, это святитель, литургист известный. Он был исповедником в годы гонений на церковь. Что, что? В Сафронии есть икона. Возможно. Дело в том, что, опять-таки, то, о чем мы говорили, что где-то поместно, может быть, вот знаете, многое в начале какого-то святого канонизируют поместно, то есть в определенной местности. То есть они его почитают, чтут, молительно обращаются к нему, но это не значит, что он становится почитаемым для всей церкви. Но потом настолько почитание этого святого становится распространенным, что принимает решение, значит, на почитание для всей церкви. Поэтому это вопрос, который, скажем, регулируется жизнью церкви. То есть как жизнь вносит всегда свои коррективы, понимаете? То есть мы не можем зацикливаться, грубо говоря, понимаете, на чем-то. То есть есть какие-то допуски. И вот. Сатроний Сакар, в частности, говорит о вечернии. Он пишет в своем письме к своим друзьям в Москву. Отцу Борису, известному, какому духовнику, тоже в этот советский период, он, кстати, недавно умер, он в 2002 году, Старк, фамилия у него английская, можно сказать, по-моему, английская, да. Вот. Его благочестивой матушке он переписку вел. Такой был очень старец в миру, можно сказать. И они жили в свое время во Франции вместе. А потом уже он пишет с Англией. Говорит, у нас вечерня особая в нашем монастыре. Говорит, мы все по четкам совершаем. Всю вечернюю и утреннюю. По четкам. То есть не так, как у нас вечерня, а все это время мы совершаем по четкам. То есть, понимаете, вот, пожалуйста, в этом монастыре, вот удивительный монастырь, понимаете, исполненный любви, вот, я просто разговаривал с теми людьми, вот, в частности, когда я, значит, находился в Греции, то в нашем монастыре был монах, отец Ефрем, и он очень часто ездил в Англию, в этот город Эссекс, где находится монастырь, он очень почитал отца Силуана, и он, так сказать, находился там, значит, достаточно по долгу в этом монастыре. Этот монастырь такой удивительный тем, что там очень много представителей, скажем, с разных народов вообще там, и французы, англичане, там никого только нет. Вот такой очень он как бы, ну, все они православные монахи, вот, и какой-то микроклимат очень такой, знаете, нет вот этого какой-то косности, я бы сказал, такого, знаете, церковного провинциализма. А вот у нас вот только так, что вы, по-другому никак нельзя. Вот у нас так вот делаете. Вот свечку так нельзя передавать или так. Ну, это уже, конечно, очень-таки примитивный пример. Но когда речь идет о более каких-то, понимаете, серьезных вопросах, то там как бы каждый несет, понимаете, свое. И там, понимаете, вот это многообразие присутствует. И причем это многообразие присутствует не в конфликте, вот что очень важно, понимаете, а в согласии. Значит, как далее говорит, единство в главном, то есть вероучение, вероучение, оно для всех единое. Это то, что нас объединит. И служба такая же, как у нас должна быть. Конечно, конечно. Но есть вот многообразие, значит, именно в каких-то особенностях служения, понимаете. Вот если мы сравним, вот скажем, когда мы будем касаться богослужения, вот, то я буду вам приводить много интересных особенностей, по которым совершается, скажем, в других православных церквях. Вот так, как не совершается у нас, в русской православной церкви. Это в главном месте одинаково, все точно будет. Нет. То есть как бы канва одна. Но вот именно реализация вот тех или иных богослуженных моментов по-разному, понимаете. То есть не так, как у нас. И вот это многообразие, оно там, вот многообразие во второстепенном. То есть это называется второстепенным по отношению к вере, вероучению. И во всем, говорит, любовь. То есть вот любовь, она объединяет это многообразие. Вот что важно, понимаете. И вот здесь он говорит, чтобы вы все говорили одно. И вот та же вечерняя, скажем, почетка. Вот как, а ничего себе, как это так, скажет почаевский монах, например, там, Феодосий. Да вы что? Да это же ересь прямая. У нас всегда в почаеве. Так только молились. Ну так это у вас так. А вот там совершается по-другому. По кириуме или в храме. В храме. В храме все, значит, совершают, значит, именно почетку, молитву. То есть основной акцент прежде всего на, значит, собранности ума и сердца. То есть настолько вот они, понимаете, не просто там, скажем, идет богослужение, и какие-то монахи могут где-то там еще и пошептаться, может быть, в уголочке. Вот поговорить о жизни, понимаете, духовной. А тут никак, понимаете, все почеточками не поговоришь. Потому что пока там кириуме распоет, тут батюшки новостями поделятся, понимаете. Ну, всякое бывает по немощи человеческой. А там не поделишься, понимаете. И вот скажите, что это неправильно. Плод самое главное. И вот плод скажет, у кого что, понимаете, выросло, только в Царстве Небесном, там уже, понимаете, или в предпаминке Царства Небесного. Вот кому-то скажет налево. А кому-то скажет, понимаете, тем почеточкам, которые молились, направо. Скажет, ну как же так, ну, Господи, мы по густаму тут все делали. Что же такое? Где справедливости? Он говорит, так ты хочешь по справедливости? А не по справедливости я сужил, а по любви и милосердию человеку. Потому что справедливость, вы знаете, так за тот грех нужно тебе, значит, то было воздать, за этот то. А я же тебя помиловал, вот, а ты не милостью был. Говорит, научитесь, говорит, пойдите, научитесь. Что хочу, значит, милости, а не жертвы. Помните эти слова? Милости хочу, а не жертвы. Вот что важнее для Бога. Милость. И далее говорит он. Ибо от домашних, хлоиных, вот, хлоиных, это, имеется в виду, семья, хлоиных, вот, с которыми он встретился в Эфессе, и в результате решил написать письмо. Сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кефир, а я Христов. То есть много, понимаете, сейчас тоже таких есть людей. Я уже не говорю там, понимаете, о тех огромных протестантских течениях, где, понимаете, а мы, мы люторовы. А мы там, понимаете, свингли принадлежим, а мы Аделаджи, который, понимаете, загремел в этом, понимаете, через большие, понимаете, там, аферы в тюрьму. А сейчас, говорит, не, не, вы знаете, он, да, он так вот, а они же его апостолом называли. Он же говорит, у нас Аделаджи – это апостол. Вот видите, ну, кто-то скажет, не, вы знаете, он в темницу, как Павел попал. Ну, только, понимаете, немножко разница была в том, что, понимаете, не было у Павла никакого банка, понимаете. Вот так вот. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Тоже такое же было. И во времена святителей Ана Златоуста, вот праздник, кстати, трех святителей, он же был, понимаете, для чего установлен, потому что кто-то говорил, а я Василия. Вот, васильянцы стали появляться. Стали появляться григорианцы. И, понимаете, и поэтому их вместе стали праздновать для того, чтобы сказать, что они святители Христовы, они создатели сект своих, понимаете, доморощенных. Николаиды, а помните, появилась секта Иоанна Кронштадтского, Иоаннитов. Они, оказывается, больше о Иоанне Кронштадтского знали, чем сам о себе Иоанн Кронштадтский. Так получилось. Они его Богом назвали, понимаете. При жизни. Как он их не убеждал, понимаете. Как ему, понимаете, не удавалось этого сделать. А все потому, что, помните, мы когда-то говорили, что кто имеет веру, тот больше меня сотворит. А Иоанн Кронштадтский больше сотворил, чем Христос. Но не в том смысле, что Иоанн Кронштадтский больше, чем Христос. А в количественном смысле. Потому что столько чудес, сколько совершил Иоанн Кронштадтский за свою огромную жизнь. Служение Христосу было всего три года, общественное служение. Больше сих сотворил. А Иоанн Кронштадтский, уж сколько он чудес сотворил, я уж не знаю. Сотворил кто-нибудь столько чудес, сколько он за всю историю, понимаете. И историю церкви. И что он совершал. Ежедневно. Понимаете. Почти так. Поэтому больше сих сотворил. Имеется в виду, прежде всего, больше количественное. Но опять-таки, Иоанн Кронштадтский совершал чудеса силой Божьей. Он не совершал своей силой. А Христос совершал своей силой. И вот такие появлялись, понимаете, чудотворцы, которые сразу говорят, о, не-не-не-не-не, я же там, понимаете, вот того батюшки, вот, чат. И, понимаете, как будто, понимаете, батюшка является спасителем. Нет. Конечно, отца духовного нужно почитать. Об этом скажет и сейчас в этом послании Коринфянам. Говорит, много у вас наставников и учителей. А сейчас знаете, сколько наставников и учителей? О, сколько. Только стоит нажать, понимаете, в интернете клавишу, и появится. И Осипов тебе, и Кураев, понимаете, и еще какой-нибудь Басаев, Дудайев. Вот. И все чему-то учат. Но, вот, понимаете, чателей много. А вот, говорит, отец, отец, у вас я один. Потому что я вас духовно родил. А отца невозможно поменять. Учителя можно поменять. А вот отца нет, невозможно. Потому что невозможно же вот так. Ага. Мне этот папа надоел, потому что он мне подарки не покупает так часто, как, значит, моего друга папа. Значит, я меняю папу срочно. Тут не получится так. Папа, значит, он должен иногда и ругать. Не только, понимаете. Не только так вот. Так что, разве Павел распялся за вас? А Диамид, оказывается, распялся, понимаете. Вот он все, уже все, Диамидовская церковь появилась. Разве что он сделал? Разве он спасет? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гария. Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Потому что и такое безумие было. Крестил я также Степанов дома. Крестил я еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. То есть, он использовал не какие-то красноречивые приемы ораторского искусства античного, для того, чтобы убеждать, а прежде всего, как сейчас он дальше скажет, силой Христовой. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Вот здесь слова замечательные, на них обратите внимание. Ибо слово о кресте для погибающих юродство, а для нас спасаемых сила Божия. Ну, слово о кресте. Юродство, имеется в виду, вот для погибающих. Ну, как это безумие? Ну, кто может принять вообще всерьез вот эту идею о кресте? Но если он распялся, значит, он слабак, если он позволил себя распять. Именно подобные рассуждения были. А ведь посмотрите и сравните Зевса Громовержца. Он как мечет полния, а он, значит, дал себя распять. Понимаете? Вот такого лузером назовут сегодня, понимаете? Значит, неудачник, скажем. Вот такие рассуждения были. Поэтому для погибающих юродство. А для кого было, понимаете, юродство? Для иудеев. А потому что они ожидали Мессию, который придет. Вот их устроит тот Мессия, который в апокалипсисе будет. Понимаете? То есть не Мессия, спаситель истинный, а Антихрист. Потому что он сразу же создав свою империю. И он создаст себе, понимаете, мощную армию. Вот это да, вот это по нам. И сразу даст возможность нам управлять миром. Вот такого ожидали. А тут что же такое? Да юродство, глупость-то какая. Распялся на кресте, подумаешь. А для нас спасаемый. Он не говорит для нас спасенных. А вот сектант говорит, мы спасенные уже. Так что не надо париться, как они говорят. Мы уже все. А тут он говорит, а апостол говорит, мы спасаемые. Сила Божия. Поэтому они любят так сектанты крест. Помните, они говорят, да что же это позорная висельница? Что же это вы делаете такое? Крест водрузили на купол храма. Что-то вы крестикинули, а ну снимите что-то позорную висельницу. Повесили себе на грудь. Да, вот для таких юродство. А для нас сила Божия. Вот видите, креста Господня. Они креста Господня боятся. Потому что там сила Божия для тех спасаемых. А для спасенных, ну конечно же. Ибо написано по гублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Не в том смысле, что Господь вообще против мудрости. Но в том смысле, что эта мудрость века сего, здесь он будет говорить, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес. И эллины ищут мудрости. Почему чудес? А помните, что они... Ну, говорит, если ты их Сын Божий, сойди с Христа. И мы тогда уверуем. Чудо сотвори. Помню в одном фильме о Христе, когда привели Христа, это, по-моему, страсти Христова, Гибсона, когда привели Христа к Ироду, и он там в этом разврате, там вся эта атмосфера восточного деспота вокруг, и он говорит, а это ты Христос? Он молчит, и тогда, ну, говорит, ну, для меня хоть маленькое чудо совершено, маленькое такое, Ирод так говорит, маленькое, говорит. Порадуй публику мою. И представьте себе, если бы в этой публике, среди этой публики Господь совершил чудо, на кого бы он был похож? На фокусника. Потому что он развлекал бы уже одуревшую и обезумевшую эту знать, этих паяцов и так далее. И чтобы они сказали, о, здорово, ты лучше сделал, чем тот фокусник, который сделал тогда, они бы не уверовали. Они бы воспринимали его просто, может быть, как лучший фокусник. Поэтому Бог не дает таким безумцам чудо, кроме одного. Чудо и знамение Ионы, то есть воскрешение Иоанна. И вот это знамение, Он дает каждую Пасху православную, посылая благодатный огонь. И он удостоверяет, что именно православная Пасха, это есть явление неба на земле. Ибо иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости. Помните, они Павла апостола. Ну вот расскажи нам что-нибудь, они же любили интересненько что-то послушать. Вот, ну, он просто, и мне очень понравилось, то, о чем говорил апостол Павел, начал говорить о воскресении плоти, а для них плоти, ой, это же такая скверна, ну как это плоти? Плоти, а мы воспринимаем, как храм Божий плоти. Да, с плоти много просто скверны связано. Но это только потому, что человек оскверняет плоти. Но если мы посмотрим на тела благочестивых людей, так мы видим, что они действительно храмами стали. Вот мощью даже тех же святых людей. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Ну, действительно, что же такое для эллинов? А для них соблазн. Для самих же призванных иудеев, эллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. А мало что изменилось на сегодняшний день в наших храмах. Так и осталось. Потому что мудрые века сего, они постоянно пытаются спорить. Или если только тогда они Христа примут, но если он был учеником у какого-нибудь гуру из Индии. Говорят, вы знаете, мы верим в Христа, но вы знаете, перед тем, как проповедовать в иудеи, он все-таки ездил туда, в Индию, и там он изучал мудрость индуизма. То есть они хотят обязательно Христа куда-то, понимаете, отправить, чтобы он научился каким-нибудь таким штучкам, понимаете, чтобы они совпадали, эти штучки, с их взглядом на жизнь. Чтобы можно было поговорить об аурах, понимаете, и прочих интересных вещах. А так, понимаете, нет, зачем? И поэтому и сейчас, понимаете, немного и благородных по плоти, то есть тех, кто знатный. А зачем знатный Бог? Этот неудачник, которого распяли за стенами Иерусалима. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. И немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное миро, и уничиженное, и ничего не знающее избрал, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Вот что. От Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся хвались Господа». Ну все, я думаю, что мы первую главу закончили. Время подошло к 18 часов сейчас. Храни всех Господь, так что будем хвалиться Господа, а не своими подвигами. Спасибо за внимание.